Генштаб РФ в ближайшее время изложит конкретные детали деэскалации на Киевском и Черниговском направлениях, Мединский заявил. Ну, то есть, о чем идет речь? О том, что у этих десантников вывели уже, уже вывели, да? Причем еще они договориться не успели, а десантники уже улепят, потому что, ну, я так понимаю, каждую секунду нахождение на фронте оборачивалось очень серьезно. То есть, они все или разбежались, или еще что-нибудь там произошло, уже развернулись, сами поехали. Ушилин заявил, что ДНР рассмотрит вопрос о вхождении в состав РФ после освобождения всей республики. О как! Так может статься, если контрат атаковал Украину, что уже и рассматривать бы нечего было. Уже пришлось бы рассматривать вопрос о вхождении России в состав Украины. Войска РФ не добились цели наступления? Ну, посмотрим. Это генштаб ВСУ говорит о том, что выводят отдельные подразделения с Киевской и Черниговской области, так как не добились целей наступления. Да не потому, что не добились целей наступления, а потому что все, потому что уже воевать некому. Поэтому и выводят, пытаются деморализованную часть убрать. Вы же понимаете, как это работает. То есть, те солдаты, которые сейчас на линии фронта, они абсолютно деморализованы. Воевать они не хотят. То есть, если продолжать войну, то их надо заменять. А им говорят, вот мы будем продолжать войну, но какую-то такую вот более в усеченном варианте, как они там назвали-то, я уже даже боюсь повторить. То есть, не такую интенсивную будет войну вести. Хотя херили совсем. Россия, значит, бабахнула по Львову, сбиты две ракеты «Х». Эти ракеты прилетели, говорят, из Белоруссии. То есть, значит, самолеты, которые ракеты этого типа сбросили, находились над территорией Белоруссии. Интересно. Ну, и подобная ракета попала в администрацию Николаева. Ну, там, похоже, с Черного моря стреляли. Уничтожен дом украинской певицы Маши Фокиной. И вот Маша написала. Ну, Маша Фокина, я так понимаю, русская, да? Ну, по крайней мере, по фамилии. И вот, «Мою семью лишили дома российские ракеты. Россия нет спецоперации. Военный объект, он требовал защиты. Там живет моя семья. Погибла наша собака. Собаку разорвало на куски. Весь мой дом пострадал от обломков ракет. Нет фасада дома. Не говоря уж об окнах и дверях. Ну, и так далее. И подвал, где месяц пряталась вся моя семья, сгорел до тла. У вас до сих пор отсохший мозг, застрявший в российских новостях. Проснитесь. Да, видите, как интересно. Русские бьют русских. То есть, когда говорят, там, русские воюют с Украиной. Парадокс. Да. Поэтому, это не русские воююты. Это путинцы воюют. Гниды, блядь, кончатые. Хуже фашисты. Пишут, что стали минировать минами медальон территории Украины. Очень плохой признак. Ну, чтобы вы знали, что такое. Миномедальон вот так выглядит. То есть, эту херню стреляют из реактивного миномета. Она летит в этой мине огромной, да. Потом там на высоте разделяется. И на парашютах они спускаются и устанавливаются. Там сейсма датчик в этой херне. И когда ты проходишь мимо, она выстреливает на полтора метра и взрывается. Чтобы зона поражения была огромная. В общем-то, ничего хорошего. Поэтому, будьте аккуратны, смотрите. Если такую мину видите, не подходите. Потому что она срабатывает от ваших шагов. Не надо-то не ее там касаться и так далее. Можно просто пройти мимо, она будет. Поэтому, самый лучший вариант с ней разобраться, это ее подстрелить. Из огнестрельного оружия. То есть, если она хорошо стреляет, может и из автомата ее снять. Если не очень хорошо стреляет, ну, тогда надо пригласить того, кто хорошо стреляет. Он из снайперской винтовки. И достаточно с большого расстояния ее безопасно уничтожит. И вот Роман Грибов, который сказал, русский военный корабль пошел нахуй. Он вернулся в Черкасск, да, на свою родину. Ну, и за заслуги перед Черкащиной получил медаль какую-то, да. Ну, видите, вот парадоксальная ситуация. Роман Грибов, русский человек, да, воюет на стороне Украины. И очень... Стал мемом фактически, да. А вот в боях под Харьковом ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады полковника Дениса Курилла, который был украинцем по национальности, но воевал за Путина. И говорят, весьма кровавый товарищ. Так что, и вот пишут, как украинские сайты очень нехорошо и называют Дениса Курилла русская нечисть. Почему русская? А? Вот вопрос. Очень странно. Как так разделились, да? То есть, Роман Грибов, он украинец, а Денис Курилла русский. А так ли это? Вот вопрос. И вот пишут, что украинец Валерий Грицай, который работает военным комендантом, значит, в Белгородской области набирает солдат и призывников, и, в общем-то, контрактников для войны в Украине. Его мать и сестра живут в Киевской области. Это вопрос, кто с кем воюет? Как говорят? Русские воюют, блядь, с украинцами. Каждый раз, каждый эфир я стараюсь об этом рассказать. И мне не надо искать сведения. Лента идет, я сразу вижу. Это же совершенно не вооруженным глазом видно. Кто это будет оспаривать, ну, наверное, тот или не видит, или делает вид, что не видит. Поскольку воюют путинцы против тех, кто защищает свободу, кто воюет против Путина и против всего этого срама и этого ужаса. Информация о гибели полковника Курила так и не нашла. Да мне какая разница? Главное, что он есть, этот полковник Курила. Главное, что он там занимается кровавыми операциями. А нам рассказывают, что русские воюют против украинцев. Русские. Понимаете? А на самом деле это не так. На самом деле путинцы воюют против всего мира. Охеревшие путинцы. А среди них этих путинцев есть и русские, и украинцы, и татары, и башкинцы, и чеченцы. Кто хотите. Информация об отравлении Абрамовича не соответствует действительности. Это информационная диверсия, Фисков заявил. И очень интересно то, что российская служба BBC аннулировала собственное сообщение о том, что представитель Абрамовича подтвердил наличие симптомов отравления. Ну, конечно, не прокатило. Хотели из Абрамовича сделать Навального, да, то есть, там, что его кто-то отравил новичком, там, и так далее, чтобы его, этого Абрамовича, жертвой сделать, из-под санкции там вывезти. А тут он еще, видите, о мире договорился. Вообще голубь мира, блядь, этот Абрамович. Но ведь что-то не прокатывает. Очень они хотят, но не прокатывает. Участие Абрамовича в контактах между РФ и Украиной одобрено обеими сторонами. То есть, все это, что сейчас происходит, разве того, чтобы сохранить деньги Ромы Абрамовича. Но если Рома Абрамович сейчас решает вопросы и за Россию, и за Украину, то я не удивлюсь, если он продаст и тех, и других. Секретарь Совет Безопасности Патрушев допустил вероятность подготовки западными странами провокации с использованием оружия массового поражения. Да, вот он рассказал про накапливание бактериологических, токсичных веществ и так далее. Про биолаборатории рассказал про все на свете. А еще Патрушев заявил, что Россия не бомбит украинские города, как это делали США и НАТО в Югославии. Ну, ебал-то и просто. Он еще кадров не видел, что он живет в другом мире. Что они там нюхают, пьют, курят, я не знаю. Но так можно придуриваться? Мне кажется, чтобы так придуриваться, надо в это верить. Вот этот вот дебил, бля, который там... Ну, я помню, в образце мне письмо прислал, что меня не было на заводе по уничтожению химического оружия. Я ему пишу, что там вот то-то, то-то, то-то. Он пишет, а вас там не было. Ну, если там охрана твоя не записала, это не значит, что не было. Вот фотографии со мной. Вот видеоматериал, бля, где я стою у этой штуки. Вот там какой-то пропроводил Аятсков какую-то встречу. Вот я на этой встрече. Вот бумажка, что я туда, блядь, на вертолете прилетел и сел. А мне присылали, что вы на вертолете туда летели, но не долетели, блядь. С парашютом я прыгнул. Это вот Патруч, я говорю, просто безумец какой-то. Что сказал Патруч? В Украине была уготована участь колонии США, поэтому важно вернуть стране народовластие. Блядь. Украине вернут народовластие, которое было при Януковиче? Или, блядь, при этом, как его? При Хучме. Народовластие при Кучме было. Блядь, чего в башки вокруг Патруча. Как себе представлять это народовластие? Вот это на танках ехали народовластие возвращать в Украину? Блядь. Жесть, конечно. То есть, видите, вот еще один придурок заговорил о народовластие. А вы говорите, что эта тема какая-то не актуальна. Видите, какая актуальна? Кадыров о спецоперации РФ на Украине надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать его. Эх, и чудит, чувак, конечно. Сегодня опубликовали фотки. Там он Геремееву к этому пришел в больницу. Да, я не знаю, там где больница тоже, да, для тиктока все сделано. Ну, а как же Геремеев ранитый, ранитый, кровью смыл убийство Бориса Немцова. Для этого же это делается, вы же понимаете, там лежит такой, умирающего изображает. И Кадыров там фотографии молится где-то на заправке Роснефть. А говорят в Украине нет заправки Роснефть. Меня спрашивают, о чем молится Кадыров по заправке Роснефть. Я, конечно, не знаю, в голову залезть трудно ему, но вообще приходит на мысль, что благодарит Бога за то, что он на заправке Роснефть, а не в Украине. Наверное, это просто цирк какой-то, шепит он. В Верховную Раду Украины внесен проект о запрете деятельности РПЦ, изъятии недвижимости и нового имущества. Я удивляюсь, что только сейчас, сейчас только? Я уж думал, давно всех этих попов повыгнали на пинках. Чушка опять вообще. Вот мне задают все время по поводу Абрамовича вопрос. Ну, собственно, я у Марка ответил на него, но сейчас повторюсь, кто не видел. То есть, какая роль Абрамовича? Ну, Абрамович очень простая роль. Очень хитрожопый этот ролик. Если вы думаете, что он хочет просто из себя санкции снять, вовсе нет. Он хочет быть при делах. Ну, сейчас он при делах уже в Украине, да, и при делах у Путина. То есть, он дружит и с Путиным, он дружит и с Зеленским. Все нормально. То есть, он решит и любой вопрос, и с тем, и с другим. Так вот, он хочет еще и дружить с будущей властью. Понимаете? То есть, он хочет таким образом действовать в будущем, что когда будет за счет России будут восстанавливать Украину, чтобы это делал Абрамович. Брал в России газ, нефть и так далее. Денег-то все равно нет. Ну, придется вот взять даже этим говном, которое никому не нужно продать чуть-чуть дешевле раз в пять, да. И все там в Украине на это, на эти деньги обустраивать. Я думаю, что рассчитываю, что этим же будет заниматься его сын, внук, а может быть и правду. Поэтому у него для этого есть, в общем-то, все возможности сейчас, кроме одной. Если мы возьмем властью, у него никаких шансов не будет. Просто даже уцелеть. Не то, что заниматься этим, а просто даже уцелеть не будет. Ни одного шанса. Слава Ходицуевичу, чтобы удал денег украинской элите, чтобы войти. За три дня тебе его кинули, а они его не кинули. Украинский народ стал спротивляться. Украинский народ воевал и воюет. А так называемая элита, да вы что? Я думаю, что там все ясно. Я не думаю, что там какие-то брали деньги у Путина. Я думаю, что они решали с другими людьми, вот как раз которые взяли деньги у Путина. Вячеслав Вячеславович, в Украине нет наступательного вооружения в достаточном количестве, как можно в таком случае контактирует. Запад медлит тяжелое вооружение, дает только гарантометр. Да для того, чтобы атаковать, не нужно. Как вы понимаете, чтобы контратаковать, не нужно никакого особого оружия. Это вам, знаете, уши чешут. Для того, чтобы контратаковать, вполне хватает того, что у вас есть. Обычных автомобилей, немного танков, чтобы расчищать. Разбитый. Вот этих самых дживелинов, вот этих самых стингеров. И все. Понимаете? Обычное стрелковое оружие для атаки. Вам же незачем прорывать оборону. Обороны-то нет. Вас атаковать. Вы контратакуете. Обороны там нет. Поверьте. Там есть обороны только вот в этих ДНР, ЛНР. Но их можно вообще ни по вниманию не брать. На этих направлениях действовать. Что там, в Херсоне оборона, что ли, какая-то сильная? Какая там нахер оборона? Там через Каховку обходят, блядь, и пиздец всем тем, кто в Херсоне. Вот просто элементарно. Или вот в этот разрез. Ну, там в каждом случае надо смотреть. Да, то есть, эту тактическую задачу там командир полка может поставить на данном участке. Ну, если у него масло есть в голове. Так что, все это очень некрасиво, если честно. Вячеслав, а если эта стратегия такая, дать понять противник, поверь в победу. Помним, как Увучка в последнее время консультирует. Да Вова не может ни в состоянии воевать. Он переформирует сейчас и нападет заново. Что же вы думаете, Вова-то остановится? Пока Вова жив, война не прекратится. Так нужно ставить вопрос. Она не прекратится. Она в той или иной форме будет. В конце концов, блядь, она снова придет в горячую фасу. Даже если она чуть-чуть подостынет. Никто и не говорит о прекращении войны. Они говорят о снижении военной активности. О чем речь? Это херня полная. Это херня полная.